Диалог между властью и инвесторами и грузоперевозчиками помогут наладить на первом транспортно-логистическом конгрессе Транскарго, который начал свою работу сегодня. О качественной логистике как необходимом факторе развития Татьяна Зимушина. Развитие логистики – залог развития экономики. Расширение возможностей этой отрасли обсуждали на первом транспортно-логистическом конгрессе. Заместитель министра транспорта России Николай Захряпин подчеркнул актуальность данного вопроса и рассказал, почему площадкой для дискуссии стала именно Калужская область. Сегодня конгресс проводится на Калужской земле, регионе, в котором за последние несколько лет созданы все условия для успешного привлечения инвестиций и развития производства в различных сферах деятельности. Одними из ключевых факторов развития региона стали хорошая транспортная доступность и развитие логистических услуг высокого уровня. Для развития этого кластера у Калужской области действительно есть ряд преимуществ. На территории региона проходят федеральные трассы М1 и М3 Украина. Рядом находится столица. Наработан большой опыт сотрудничества с крупными компаниями. Однако для успеха необходима еще и четкая стратегия, отметил на заседании губернатора Анатолий Артамонов. И такая у региона есть. Она включает строительство мультимодальных транспортно-логистических терминалов, таможенных и складских комплексов развития инфраструктуры. А в перспективе освоения новых видов транспорта. Ставка сделана на воздушный, в частности на аэропорт в Ермолино. В ближайшее время этот аэропорт станет современным, который может принимать до 40 миллионов пассажиров. И в первую очередь 8 миллионов планируется. Если мы договоримся с железной дорогой и аэроэкспресс дойдет до этого аэропорта, то можно и до 40 миллионов принимать пассажиров. И там же могут осуществляться, учитывая соседство с этим мультимодальным транспортно-логистическим комплексом, и грузовые авиационные перевозки, в том числе таких грузов, как фармация, как радиоэлектроника и другие. Построить столь крупные дорогостоящие объекты лишь на государственные деньги невозможно. Поделились мнением участники совещания и попросили Анатолия Артамонова раскрыть секрет, как заинтересовать инвесторов и привлечь частный капитал. Компания может видеть и просчитывать, что это выгодно, но никогда не пойдет на эти вложения, если не будет видеть субсидиарной ответственности и вложений средств со стороны государства. Когда государство вкладывает свои средства, то это как бы оно ставит эту печать и гарантию дает, что оно будет и дальше способствовать успешному функционированию этого проекта, потому что там средства государства тоже вложены и государство не намерено их терять. И мы эту философию давно для себя усвоили и ей следуем. Неоправданно, по мнению губернатора, забыт и водный транспорт, который в мире активно развивается. Он мог бы помочь справиться с пробками и разгрузить дороги, частично взяв на себя транспортировку грузов. Татьяна Зимушна, Леон Ким, телекомпания НИКТВ. Все на субботнике. В Спасдеминске уже приступили к наведению лоска. Руководство района уверяет, что заставлять никого не приходится. И взрослые, и дети сами выходят на уборку города. И даже соревнуются, кто быстрее наведет порядок. Раньше, когда только мы начинали заниматься благоустройством, где-то что-то сделаем, то что-то сломают. Мы очень злились, мы устраивали ночами дежурство. Тут у нас была такая команда. Однажды, да, одного человека поймали. Я думаю, что на нем, наверное, воспитали всех остальных. Их и сейчас, на самом деле, многие приезжают, они удивляются, что вандализма стало гораздо меньше. Продолжая серию экскурсионных поездок, исполняющий полномочия городского головы Константин Баранов посетил самое амбициозное автомобильное предприятие региона – завод «Фольксваген». Ему рассказали о последних изменениях, которые здесь произошли, и перспективах, на которые рассчитывает руководство. Градоначальнику показали строящийся цех по производству двигателей и новую ультрасовременную столовую, в которой одновременно могут обедать до 700 сотрудников. Побывал Константин Баранов и в святая святых предприятия – исследовательской лаборатории, где проводят разного рода эксперименты над элементами автомобиля. Здесь рвут ремни безопасности, жгут пластиковые части салона и испытывают лакокрасочное покрытие на стойкость. Градоначальник признался, что его впечатлило отношение руководства и к бизнесу, и к персоналу, а также выразил надежду, что, несмотря на все геополитические изменения, у иностранного предприятия не будет серьезных проблем в будущем. Есть большая политика, а мы-то работаем. Гроссополитик, он, твер, арбатники, авто, футболы. Должны приносить пользу и народу Германии, и народу России. 203 года на страже порядка. Внутренние войска отметили день своего рождения. Несмотря на то, что построены они по типу армии, в его состав не входят, а подчиняются МВД России. Их главное предназначение поддерживает конституционный строй и общественный порядок внутри страны. О солдатско-полицейском празднике репортаж Андрея Степичева. Поздравляю вас 203-й годовщиной со дня образования внутренних войск. Ура! 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 День рождения в военном стиле, без торта, зато с флагами и криками «Ура!». На плацу войсковой части номер 6681 первое в 2014 году официально праздничное мероприятие. А потому стойко смирно и равнение на командование. День внутренних войск здесь самый главный в календаре. Его ждут, к нему готовятся. И это как раз тот случай, когда можно поэкспериментировать с репертуаром. Оркестр задал тонну, его настоящий бенефис только впереди. Сейчас наступает время официальных речей и поздравлений. Торжественный митинг по случаю 203-й годовщины образования внутренних войск как дополнительный повод для экскурсов в историю и постановки стратегической задачи на ближайшую перспективу. История продолжается. Войска развиваются, своевременно и качественно выполняя. Поставленные задачи становятся более мобильными и боеспособными. В совместной борьбе за боеспособность есть свои передовики. А потому церемонию награждения обойти стороной здесь просто нельзя. Отличники боевой и не только подготовки в режиме конвейера получили ведомственные медали, грамоты и премии. Процесс награждения получился максимально динамичным и занял рекордно короткое время. Все четко и по-военному. Без лишних слов и на предельной беговой скорости. Я до 02. Приближаюсь к контрольной точке номер 2. Прием. Процесс обучения в этой части не прекращается даже во время профессионального праздника. Здесь готовят специалистов связи и одновременно проходить обучение и имеют возможность более 700 военнослужащих. Все возможности центра подготовки, а также передовое оснащение воинской базы гостям продемонстрировали, что называется в натуре. И даже если кто-то и сомневался, что попал на лучшую в стране базу, убедился в этом окончательно. Во всех вооруженных сетях первый такой типовой городок создан. Соответственно, автономная инструктура с своим полным обеспечением. Возможность проведения всех мероприятий по всей деятельности военнослужащего. Плац в миниатюре и обычные ершики, которые здесь сменили профиль и стали елями. Гостям части рассказали о том, как стремительно здесь проходили перемены и что еще в планах у командования. Заместитель губернатора Юрий Кожевников сам когда-то в должности начальника областного УМВД был инициатором создания этой части. Но удивить действительностью удалось и его. Вот я сегодня смотрю то, что было и что стало с этим местом. Это просто узнать невозможно. Я искренне рад за вас, за то, что вам создали просто замечательные условия для несения службы на благо нашей отчизны. Мелодии и ритмы зарубежные, но вот исполнители самые, что ни на есть отечественные. Оркестр внутренних войск дождался своей минуты славы, устроил на плацу далеко не официальное музыкальное шоу. Барабанный паровоз окончательно разрядил атмосферу и унес всех навстречу празднику. Оркестр здесь еще долго находился в центре внимания и доказал, что креатив он и во внутренних войсках вполне себе жизнеспособен. Дирижер здесь джонглировал, музыканты же в фуражках не по уставу пели песни. Официальная часть праздника логично закончилась парадом. Батальоны и роты войсковой части промаршировали в местный клуб, где все тот же оркестр подготовил для них уже большую концертную программу. Борьба с наркотиками по всем фронтам. И профилактика, и уголовное преследование за сбыт незаконных веществ. По словам начальника областного УФСКН, сейчас больше всего в регион поступает героина. За прошлый год изъято более 8 килограммов этого вещества. Не меньшую тревогу вызывают дизайнерские наркотики. Помимо борьбы непосредственно с торговцами, в ближайшее время появится возможность и качество новой борьбы с наркоманами. Уже 25 мая вступают в силу новые законы. Они предусматривают не только административные наказания в виде штрафа за употребление, но и принудительное лечение. Причем за уклонение от реабилитации предусматривается ответственность. В связи с этим сейчас возникает необходимость изменения не только некоторых процессуальных норм. Областные наркодиспансеры должны быть готовы к увеличению числа обращений. Суд будет направлять непосредственно только государственные учреждения, то есть наркологические диспансеры, которые сегодня имеют лечебное, то есть революционное отделение, стационарное, на 12 поек. И за 2013 год по 6-9 наркотических веществ средними и последствиями только управление выявлено 398. А еще управление, естественно, могут ли не делать такие. Напоминание после перерыва. 3 апреля областное управление ГИБДД совместно с ДОСАВ проведет курс лекций для водителей, имеющих перерыв в управлении транспортными средствами. Водители ознакомят с изменениями законодательства в области безопасности дорожного движения. Записаться на лекции можно по телефону 501-400. Зажигательный сезон открыт. Пал травы в районах области вызывает серьезную обеспокоенность пожарных. Уже в марте сотрудники МЧС начали проводить рейды по поджогу сухостоя. В селах и деревнях они проводят профилактические беседы, проверяют наличие водоемов, помп и опашки. В одном из таких рейдов поучаствовала Ольга Золотина. В Дзержинском районе уже произошло 40 поджогов травы. Но в серьезные ЧП локальные возгорания не переросли. Благоразумные жители и спасатели сработали оперативно. В каждом сельском поселении есть свой пожарный водоем. В селе Дворцы маленький пруд, в котором набирают воду местные огнеборцы. Как профессионалы, так и добровольцы. В распоряжении последних свое негабаритное, но в сельских масштабах эффективное оборудование. Трактор, бочка с помпой и рукавами. На район выделено 17 таких пожарных мини-машин. Обучка вмещает 4,5 кубических литров. Там непосредственно стоит помпа, которая принимает воду, забирает воду с водоисточника и подает ее на тушение. Там служит один человек, там стоит мотор. На тушение чаще такой агрегат, конечно, не потянет. От лесных пожаров дома защищают опашкой. В Дворцах она сделана еще осенью и скоро продублируется. Мы ежегодно производим опашку в нашей территории, нашего поселения, от лесного массива, чтобы не попадало до домов. И производится это регулярно. Вот она, видна эта опашка, довольно-таки глубокая. То есть, если будет огонь, он до сюда дойдет, туда уже огонь не перейдет. Пожарный колокол дворового значения. Сделан Максимом Чупровым из подручных материалов. Все село им не оповестишь, но в соседних домах должны услышать. Железка, цепь, турник, капитально, чтобы приходили люди. Сознательных людей, готовых прийти на помощь, в округе много. Кругом лес, без займа выручки от дворцов. Давно бы осталась горсточка пепла. Мы, все соседи. У нас было два таких пожара. Возле дома горело. Это, наверное, лет 7 первый раз. Все соседи вышли на участок, все помогали. И второй пожар был на водоканале. Там лес горел, и все вышли. Соседи помогали, дружно все. И тушили, быстро затушили. Конечно, страшно. Пожар, у нас же тут лес, как спичка. Трава эта вся сухая. Мы же как на пороховой бочке живем. Для охраны во дворцах создается бригада обученных добровольцев. И за право ими стать даже ведется конкурентная борьба. Ведь непрофессиональным пожарным положены льготы. Мы на уровне нашей сельской думы сделали нормативные акты положения. То есть те люди, которые состоят в пожарной дружине, им будет предоставляться льгота по земельному налогу. То есть они будут освобождены. У нас и остальные граждане без этого, без пожарной дружины, неравнодушны. Всегда на все реагируют. Мы все вместе с гражданами взаимодействуем. В обязанности добровольцев входит не только тушение возгораний, но и помощь правоохранительным органам. Они будут следить за порядком в селе и выявлять поджигателей. А нарушителям грозит немалый штраф. Приняты поправки в правилах пожарной безопасности, где присмотрена большая ответственность за это. Штраф от 250 до 400 тысяч рублей. Но здесь не в день его дела. Погибшие лесной массив и мельчинской жизни, они стоят, по-русски, без цены. Не то, что ты сама заплатил и можешь спать спокойно. Тут другая ситуация. Пожары 2010-го должны были стать уроком для калужан. Синоптики не исключают такого же жаркого лета и в этом году, а следовательно, вероятности повторения страшных событий. Ольга Золотина, Сергей Фондиков, Екатерина Кузьменко, телекомпания НИКО-ТВ, Держинский район. Он удостоился высшей военной награды без единого выстрела. Священник Василий Васильковский первым среди русского духовенства был награжден орденом Георгия Победоносца 4-й степени за подвиг в Отечественной войне 1812 года. Памятник полковому священнослужителю решено установить в Малорославце. Идею российского военно-исторического общества поддержала Калужская епархия. Теперь необходим вклад жителей области. Сбор средств сейчас проходит во всех храмах. Отец Василий отличился в боях под Витебском и Малорославцем. Впереди полка он бесстрашно шел со Святым Крестом, осеняя воинов, вселяя в них неустрашимость. Все время находился в гуще боя, утешал раненых, исповедовал и причащал умирающих. Однако пули не прошли мимо священника. В одном случае его спас Крест, в другом было тяжелое ранение в голову. Все это подкосило его здоровье. Василий Васильковский скончался в 1813 году. Тот памятник, который планируется установить, будет, естественно, в первую очередь памятником священнику Василию. Но в лице этого священника это будет памятник подвигу всего полкового духовенства Русской Православной Церкви. Место установки памятника определено в центре города Малрославца на центральной площади, параллельно стелле, которая сегодня возвышается на этой площади в память о героях битвы 1812 года. Воззвание митрополита к православному народу Калужской митрополии нашло отклик в сердцах людей. И в храмах сейчас уже повсеместно на Калужской земле осуществляется сбор материальных средств для того, чтобы вынести свою посильную лепту в создание памятника этому замечательному человеку. Средства собираются с марта по август этого года. Осенью памятник уже должен быть готов. Пока есть несколько проектов, сейчас они находятся на рассмотрении. Окончательный вариант представят в начале апреля. Открытие намечено на октябрь, когда в 202-й раз будут вспоминать Малое Рославецкое сражение. Град Петров на время пропишется в Калуге. Областная картинная галерея «Оборс» представит более ста работ калужских художников Евгения Пухова, Владимира Елецкого и Владимира Пугачева. Трех живописцев объединяет любовь к северной столице, которой и посвящена экспозиция. Вход свободный, увидеть Петербург глазами художников-калужан можно будет до 10 апреля. Надо сказать, что выставка достаточно необычная, ибо для калужских авторов город Санкт-Петербург, он достаточно мало изучен. А здесь наши художники, члены северных художников, будучи в Петербурге несколько раз, собирали этот материал. И вот приглашают на вас всех ознакомиться с этими прекрасными работами, полимерными, свежими, написанными с натуры. Ну а сейчас новости спорта. О них расскажет мой коллега Николай Егоров. Коль, вы знаете, есть самые свежайшие новости о нашем женском мини-футболе. Да, последние новости сейчас приходят из спортивного комплекса Анненки. Там буквально несколько минут назад свой путь в плей-офф национального чемпионата начала команда «Калужаночка». Об этом буквально через несколько секунд. Лобнинские волейболисты 1997-1998 годов рождения заняли достойное девятое место в финале национального первенства. Оно состоялось в Анапе. Наши девушки победили в шести из восьми матчей. Оценку собственному выступлению дали сами «Калужанки» нашим лобнинским коллегам. Финал первенства России для этих девушек стал последним официальным соревнованием на данном жизненном этапе. Уже в этом году волейболистки покинут школу Александра Савина. Но ни одна не намерена уходить из волейбола. Четверо уже сегодня привлекаются к играм за взрослую команду Обнинска высшей лиги «Б». Это Светлана Холомина, Александра Савоськина, Ксения Тимофеева, Мария Скудина. Планы других – поступать в спортивные вузы. Первое место во второй восьмерке в финале первенства России – это последняя их совместная победа. Первое место во второй восьмерке намного престижнее, чем если бы мы попали в первую восьмерку, но заняли бы там место немного хуже. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд со всей страны. На исход первенства в большинстве своем повлияли первые две неудачные встречи. Сначала обнинчанки уступили Череповцу – одной из самых сильных команд в России. Потом сборной Москвы, в составе которой есть представительница юношеской сборной страны. Спортсменки и их наставник Ирина Бакаева констатируют – не хватало уверенности в себе и сыгранности. Первые игры мы немножко были разобщенные. Не было общего механизма, не было общей игры. К концу мы там потом сыгрались, и потом из восьми игр мы только две игры проиграли. Шесть мы выиграли. Обнинчанкам удалось обыграть питерских волейболисток. И это несмотря на то, что городам-миллионникам на соревнованиях калужане, как правило, уступают. Причем в технике воспитанницы с Дюшор Савина редко проигрывают конкуренткам. Но слабая сторона все же есть. Ростовые данные. За счет внутренней мотивации, за счет исключения ошибок в организации собственной игры, мы можем добиваться результата над более сильными соперниками. На сегодняшний день школа Олимпийского резерва Александра Савина находится в стадии обновления. Сюда приходят новые тренеры со своей методикой работы. А нынешних, безусловно, успешных волейболисток сменяет не менее перспективное поколение. В скором времени представлять Калужскую область на соревнованиях выпадет честь девушкам 99-го, 2000-го годов рождения. Антон Липовский, Илона Микотина, Антон Кузьмин, телекомпания НИКТВ. Присодействие телекомпании Крылья, Обнинск. Команда «Калужаночка» несколько минут назад сделала большой шаг к выходу в полуфинал национального чемпионата по мини-футболу. Сегодня дома наши девушки выясняли отношения с клубом «Чайка» из Липецкой области. Калужаночка в течение всего матча выглядела сильнее и заслуженно победила со счетом 7-2, сделав отличный задел перед ответным поединком. Лучших выявили калужские фигуристы. В Обнинске состоялся чемпионат области. На лед вышли 180 участников. Кто из них завоевал медали, узнаем из нашего следующего сюжета. Долгое время лучшие фигуристы региона собирались в областной столице. Обнинский Олимп доказал, что также достоин принимать соревнования такого ранга. Однако родные стены смогли помочь не всем местным спортсменам. К примеру, Софья Бубнова, выступавшая по программе первого юношеского разряда, считает, что откаталась далеко не идеально. С аналогичным номером под русскую народную композицию выступила рязанская фигуристка Екатерина Карпова. Ей также, как обничанке, не удалось набрать высший балл. Этому помешали два падения при выполнении Луца и Флипа. И отсутствие рядом тренера. Он сказал, что ехай на эти соревнования и постарайся. И делай все для себя. Папа юной фигуристки старается не пропускать выступления дочери. Благодаря чему стал разбираться в фигурном катании не хуже, чем сами спортсмены. Судейство строгое. Смотрю, с нашего родного города, с Рязани, за то же самое, где-то давали 37 баллов. Здесь же 32 балла. Ну, судейство есть судейство. Оценивали выступления спортсменов по единой системе ИСУ, использующейся на Олимпийских играх. Поэтому оценки были максимально объективными. К лужанке Марии Суремкиной достаточно часто удавалось подниматься на пьедестал почета на различных турнирах. На первенстве области она рассчитывала лишь на пятое место. Мне кажется, у меня получился аксель. У меня получились одинарные, но остальное даже у меня, наверное, не получилось. Только старание, терпение и спортивная дисциплина поможет им добиться высоких оценок, констатируют судьи. Дополнительной мотивацией должны послужить выступления российских фигуристов в Сочи, а главной целью стать следующие игры в Южной Корее через 4 года. Антон Липовский, Луана Микотина, Алексей Резвых, телекомпания НИК-ТВ. При содействии телекомпании Крылья, Обнинск. На данный час у меня все новости. Спасибо, коллега. Сегодня законодательному собранию области исполняется 20 лет. Представители всех пяти созывов сегодня в программе «Главное» расскажут, что удалось сделать за два десятилетия. И благодаря каким законопроектам региону удалось выйти на лидирующие позиции. Телефон прямого эфира 557799, начало в 20.00. Ну а прямо сейчас прогноз погоды. Мы с вами прощаемся ненадолго. Увидимся.